Всем привет! С вами Валерия! Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир! Сегодня мы с вами будем мастерить оригинальный простой декор к новогодним праздникам! Делаем новогоднюю салфетницу домик. Для нее понадобится гофрокартон, туалетная бумага или бумажное полотенце, клей ПВА разбавленный наполовину водой, термопистолет, акриловые краски и лак. Из гофрокартона вырезаем 6 одинаковых деталей высотой 13 см шириной 10 см. Для основы понадобится 3 одинаковых детали размером 15 на 8 см, а также понадобится 8 удлиненных полосок шириной 2 см. Для основ домика склеиваем между собой по 3 детали. Далее на каждой детали вырезаем окошки. Склеиваем между собой детали основы. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее основу оклеиваем бумажными полотенцами или туалетной бумагой Используем клей ПВА, разбавленный наполовину водой Чтобы стыки получались незаметными, края бумаги необходимо не резать, а именно рвать А также бумагу приклеиваем внахлёст Субтитры сделал DimaTorzok Высохшую основу покрываем белой акриловой краской Работу можно окрасить или оставить в белом цвете Здесь уже все на ваше усмотрение Я решила использовать персиковый цвет Слишком яркий цвет основу приглушаем при помощи спонжа и белой акриловой краски Далее будем применять снежную пасту Можно использовать как самодельную, так и покупную снежную пасту Для самодельной пасты в произвольных пропорциях смешиваем Манную крупу, белую акриловую краску, немного акрилового лака И белую пастообразную шпатлевку Ссылку на более подробный мастер-класс по снежной пасте Вы найдете в описании под видео А также подсказка появится на экране После застывания снежной пасты покрываем работу акриловым лаком Основу домиков можно покрыть обычным лаком А снежную пасту лаком с добавлением глиттера Далее будем делать миниатюрные сосульки из пластиковой бутылки Хотя в предыдущем видео я уже показывала как это делается Но возможно не все посмотрели Поэтому повторюсь Из прозрачного пластика вырезаем удлиненную полоску с острыми концами Плоскогубцами или пинцетом держим полоску над теплом от пламени свечи И аккуратно закручиваем Плоскогубцами или пинцетом держим полоску над теплом от пламени свечи Крыши аккуратно делаем отверстие и вклеиваем сосульки К дну домика я приклеила обои Такая оригинальная салфетница непременно украсит ваш новогодний стол Плоскогубцами или пинцетом держим полоску над теплом от пламени свечи Продолжаем фантазировать на тему домиков Сделаем милую елочную игрушку Здесь все то же самое что и в большом домике Для основы домика я использую три одинаковых детали Прорезаем сквозное окошко Вовнутрь вклеиваю кусочки зубочистки Имитируем окошко Делаем основу подставку Музыка 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 Далее приклеиваю проволоку для подвеса. Субтитры подогнал «Симон» Дальше все так же, как и в большом домике. А клеиваем основу бумажными полотенцами, используя смесь клея ПВА с водой в равных пропорциях. Высохшую основу покрываем белой акриловой краской. Далее при помощи спонжа приглушаем слишком яркий розовый цвет белой акриловой краской. После высыхания краски покрываем домики акриловым лаком с добавлением глиттера. Эту работу также можно покрыть снежной пастой, но я хочу сделать немного по-другому. Это давно всем известный прием. Мелко нарежу изолон, можно было его натереть на терке. Дальше я буду использовать универсальный полимерный клей. Можно использовать и другой клей, который при застывании останется прозрачным. Далее берем полиэтиленовый пакетик и аккуратненько прижимаем. После того, как клей застынет, на изолон также можно нанести акриловый лак с добавлением глиттера. На второй домик для сравнения я нанесла снежную пасту. Он получился менее воздушный, но не менее красивый. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие очаровательные домики на елочку у нас получились. Далее мы с вами будем мастерить небольшие простые элементы для декора, которые можно использовать как отдельно, так и в композициях. Небольшие сосновые шишки, окрашенные в нежные цвета, всегда выгодно смотрятся не только в новогодних композициях, но и в декоре интерьера. В этом году я решила сделать их в стиле шебби. Окрашиваем шишки сначала в белый, а затем в розовый цвет. Если розовая краска ложится плотным слоем, то тогда белую использовать не нужно. После высыхания краски покрываем наши шишки акриловым лаком с добавлением глиттера. Далее мы с вами будем делать вот такие оригинальные звездочки для декора. Из тонкого плотного картона делаем шаблон звездочки, обводим на гофрокартоне. Для одной звездочки понадобятся 2-3 одинаковых детали. Далее основу оклеиваем туалетной бумагой или бумажными полотенцами. Используем клей ПВА, разбавленный наполовину водой. После высыхания окрашиваем звездочки в необходимый нам цвет. После высыхания краски покрываем наши звездочки акриловым лаком с добавлением глиттера. У меня есть вот такая удлиненная стеклянная ваза, но это не обязательно, можно использовать обычную стеклянную банку. Горлышко, например, задекорировать шпагатом или лентой. Серединку заполнить звездочками и шишками. Вовнутрь я решила также разместить светодиодную проволочную гирлянду. Думаю, что с подсветкой эта композиция будет смотреться гораздо интересней. Вот такая красота у нас получилась. И для примера я покажу вам два различных вида елочных украшений на основе картонной звездочки. Спасибо за просмотр! Если вы хотите украсить настольную композицию, то можно использовать вот такие звездочки на зубочистке. Еще один вариант украшения на основе картонной звезды. При склеивании гофрокартона я сразу приклеила подвес из проволоки. А затем уже оклеивала бумагой. Основу окрасила голубой краской, а затем буду наносить узор при помощи текстурной пасты. В данном случае я использую самодельную текстурную пасту. В произвольной пропорции смешиваю мебельный клей ПВА и шпатлевку. Также узоры можно нанести при помощи покупного жемчужного контура. Такими же произвольными узорами украшаем и вторую сторону. Узор я продублировала жемчужным контуром. Но если у вас его нет, то можно использовать жемчужную или серебряную краску. Прямо по выступающему рельефу пройтись краской. По бортику и краям звезды я решила нанести серебряную краску. После высыхания краски покрываем нашу звездочку акриловым лаком. Буду рада, если мои идеи вам понравятся и пригодятся. Всем моим подписчикам огромный привет! Всех вас поздравляю с наступающими праздниками! Желаю волшебного вдохновения! Гости канала, если вам нравятся мои мастер-классы, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Напомню, что на канале есть раздел с плейлистами, в которых собраны по тематикам различные мастер-классы. Всем вам желаю мира, любви, добра! Вдохновляйтесь, фантазируйте, творите! До новых встреч!